Эти военные переговоры слышал весь мир, и ответ нашего пограничника, русскому захватчику, стали символом несокрушимости украинской нации. Я русский военный корабль. Предлагаю вложить оружие и застать во избежание кровопролития и неоправданный шерф. Противно в пути по вам будет произнесен бомбово-куновой удар. Как понял я, прием! Тогда капитан ракетного крейсера «Москва» Антон Куприно еще не знал, что нападение на остров Змеиный будет началом конца. Менее чем через три недели две ракеты высуну. Нептун отправили флагман Черноморского флота и его капитана на дно. Именно этот крейсер ввел обстрел украинского гранинии Зубтона, начиная с 24 февраля. Потом была высадка десанта российского, который оккупировал остров. Первая атака острова произошла в первый день войны. Россияне обстреляли украинских пограничников, которые базировались на острове Змеиный из-за отказа наших сдаться. Часть погибла, часть была взята в плен. Украина после этого несколько раз проводила операцию огневую по уничтожению этих гарнизонов. Топились там десантные корабли. Российский спасатель «Буксир» был там уничтожен после ракетного крейсера «Москва» в этом же районе. Украина несколько раз просто зачищала территорию, но Россия упорно отправляла туда своих солдат-офицеров, которые там гибли успешно. Настоящий день цирка для российской армии. Потери оккупантов можно сравнить уже с легендарной Черноваевкой. 26 апреля. В СУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». 30 апреля. Разбомбили три зенитные установки «ЗРК «Стрела-10». Ликвидировали 42 российских военных. 2 мая. У Змеиного украинские войска уничтожили два российских патрульно-десантных катера «Раптор». 7 мая. Удалось уничтожить два катера типа «Раптор». Малый десантный катер. 80 оккупантов и ПЗРК «ТОР». 17 июня. Наши военные в акватории Черного моря попали в буксир «Василий Бех», на борту которого находились боеприпасы и ЗРК «ТОР». 20 июня. Массированный удар по враждебному гарнизону на острове. Окупанты понесли огромные потери. 27 июня. Более 10 точных ударов по позиции врага на Змеином. Такие массированные атаки со стороны украинцев объясняются тем, что для армии-агрессора остров Змеиный имеет важное стратегическое значение. Остров Змеиный занимает очень важное значение именно для России, если они говорят о контроле над северо-западной частью Черного моря. Дело в том, что если посмотреть на карту, есть вышки Бойко, так называемые, газовые вышки, которые Россия украла в 2014 году, Украины на шельфе. И остров Змеиный между ними всего лишь 50 километров. Вот эти ворота, через которые проходят на самом деле главные фаруаторы коммерческого судоходства, через эти ворота можно контролировать навигацию, блокировать ее. Как и в 2018 году, когда Россия построила в Керченском проливе мост в Крым. Так же и сейчас оккупанты планировали создать проблемы для судоходства, контролируя остров Змеиный. Помимо экономической составляющей, остров имеет и большое военное значение. Для размещения там средств противовоздушной обороны, чтобы создавать этот вот купол над этой частью моря, и для того, чтобы украинские ракеты не могли уничтожать российские корабли. И кроме того, остров Змеиный должен был быть использован для проведения десантной операции в западную часть Одесской области, вот в районе Белгород-Днестровского. Недавно российские войска уничтожили мост через Лиман в районе Затоки. Это единственная дорога в том регионе, и за счет войск Приднестровья и десанта со Змеиного планировали начать оккупацию Юго-Одесской области. И вот в последний день июня Украина нанесла очередной сокрушительный удар по российской группировке на острове с помощью артиллерии. Для нас было важно зачистить его от присутствия средств радиоэлектронной разведки и огневого поражения российских войск. Русские и так бежали, что аж пятки сверкали. Но официальная версия их командования была, как всегда, лживой и нелепой. 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. На рассвете на острове горят остатки российской техники, подожженной самим же... Ну кто бросает технику? Панцирь-1С, который там уничтожили, стоит 15 миллионов долларов. И это называется жест доброй воли, они сбежали с острова. 13 пограничников, которые в феврале дали ответ российской агрессии и попали в плен, уже в Украину. Их обменяли на российских военнопленных. А остров Змеиный теперь под контролем Украины. Мы будем держать остров под огневым контролем и не дадим российским войскам высадиться на остров.